Питер Фредриксон совершил преступления, которые кажутся почти всем совершенно немыслимыми, особенно учитывая его многие другие сексуальные посягательства и нарушения женской телесной анатомии, которые вышли на свет. Этот человек коллекционировал гениталии женщин и хранил их в своей морозильной камере. Питер Фредриксон был в возрасте 63 лет, когда его преступления наконец всплыли на свет в 2015 году. Его история начинается в Дании, где он родился и провел первую часть своей жизни. Юность и ранняя взрослая жизнь этого мужчины остаются под загадкой, и о ней совершенно ничего не известно, кроме того факта, что он увлекался тем, что некоторые назвали бы темными аспектами западной культуры, а именно колдовством. Питер отправился в маленькую африканскую страну Лесото в 2000 году и оставался там в течение нескольких лет. В Лесото он в конечном итоге встретит женщину, которая позже станет его женой и сыграет одну из ключевых ролей в запутанной истории мужчины. Проблемы с законом у этого мужчины начались еще в его родной стране Дании, и он был осужден за преступления, связанные с оружием, но ему все же удалось получить всю документацию, включая удостоверение личности для путешествий, и в конечном итоге он открыл магазин оружия в Южной Африке. В это же время он женится на Анне, девушке из Южной Африки, хотя она была более чем на 30 лет младше его. Но нужно не забывать, что у него была еще и первая жена, которая проживала в Дании. Питер также довольно публично высказывался о своих взглядах по поводу операций на женских половых органах и даже заявил в интервью датским журналистам уже после своего ареста, что он был хирургом и фактически был чем-то вроде сторонника этой практики, возможно по тайным религиозным причинам, включая сатанинские ритуалы. Он рассказал датским журналистам, что практиковал процедуру не только на своей жене, но и на ее друзьях. Мужчина также утверждал, что на самом деле его учил этим операциям врач в Дании. Питер был безжалостным, особенно по отношению к своей жене Анне. Записи в его дневнике показывают, что принудительные операции на половых органах начались в 2010 году. Известно, что его жена Анна позвонила в полицию, чтобы предупредить детективов о преступлениях мужчины в феврале 2014 года, но полиция полагала, что девушка лжет и не восприняла ее обвинение всерьез. В сентябре 2015 года местные власти уже отнеслись к этому инциденту серьезнее, так как Анна уже утверждала, что ее муж с помощью седативного средства, которое он добавил в шампанское, сделал ее беспомощной, а затем, когда девушка потеряла сознание, он приступил к насильственному удалению гениталий против ее воли. Анна утверждала, что Питер общался с некоторыми довольно сомнительными колдунами, подразумевая, что его мотив, возможно, был религиозным или духовным по своей природе. Именно тогда полиция решила посетить его дом и провести расследование предполагаемых преступлений. Здесь следует отметить, что Питер Фредериксон никогда никого не убивал, по крайней мере, об этом неизвестно, но он совершил морально отвратительную серию сексуальных посягательств, охотясь на женщин, как он это называл, включая свою собственную жену. Когда полиция обыскала его дом, они обнаружили множество ужасающих, кошмарных вещей, которые позже будут привлечены к суду и использованы против него. Это были вещи, которые еще больше свидетельствовали о порочности его характера. В его доме полиция обнаружила коллекцию любительских фильмов для взрослых с участием детей, хирургическое оборудование, седативные препараты и незаконное огнестрельное оружие. Было выявлено, сначала по рассказу его жены, а затем по физическим доказательствам, что Фредериксон использовал седативные препараты, чтобы сделать своих жертв бессознательными, прежде чем использовать свое хирургическое оборудование для удаления их гениталий. Упомянутые ранее записи, которые показали, что он впервые начал практиковать принудительные операции на половых органах в 2010 году, это были его собственноручные дневники с подробными отчетами о каждом человеке, чьи гениталии он удалил, но, к сожалению, в этих отчетах не было ни одного имени жертвы. Благодаря этому, у полиции был подробный список его сексуальных преступлений. В его доме был обнаружен 21 пакетик, в котором находились женские гениталии, каждый из этих пакетов был тщательно промаркирован. На этой мрачной сцене полиции быстро стало очевидно, что заявление, сделанное Анной, не было шуткой, и этот человек на самом деле был причастен к незаконным операциям женщин в течение нескольких лет. И эта мрачная и жуткая история только начинала разворачиваться как для следователей, так и для всего мира. Именно после ареста этого мужчины ситуация действительно нарастала. В октябре 2015 года главный свидетель обвинения и по совместительству жена обвиняемого, Анна, была застрелена возле своего дома. Когда она вышла из дома, раздались выстрелы, и Анна была поражена четырьмя пулями, после чего она умерла от ран в больнице. Власти провели расследование, но они не смогли сразу связать обвиняемого с этим убийством, поскольку он находился под арестом, хотя сомнений о его причастности не было ни у кого. Позже будет выяснено, что Питер заплатил полторы тысячи долларов местному жителю, чтобы тот избавился от его жены. Во время суда Питер давал необычные объяснения вещам, найденным в его доме. Он утверждал, что на самом деле части женских гениталий в его морозильной камере принадлежали его жене и что она использовала их для языческих ритуалов. У него даже хватило наглости попытаться заявить, что он несколько раз говорил ей убрать это из морозильной камеры, но она просто не слушала его. По показаниям свидетелей было известно, что сам Питер занимался различными видами колдовства, но мужчина отклонял все это и переводил эти обвинения на свою умершую супругу. А обвинения в хранении фильмов для взрослых с участием детей он объяснил тем, что никогда не был заинтересован во владении такой коллекции и использовал это в рамках научных исследований, но что это были за исследования он так и не смог объяснить. Женские правозащитные группы выходили на улицу в знак протеста, и активисты по всему миру были в ярости, когда они узнали об этом деле и стали массово отправлять обвиняемому письма с угрозами и пожеланиями скорейшей смерти. В конечном итоге Питер будет признан виновным, но обвинения, связанные с удалением гениталий человека, были сняты с него, поскольку в национальном законе о здравоохранении не было четко указано, какое наказание за такое деяние предусмотрено. Он был признан виновным в нападении на свою жену Анну из-за хранения коллекции фильмов для взрослых с участием детей, в результате чего мужчину приговорили к двум пожизненным срокам. Самое страшное в этой истории, что другие 20 кусочков гениталий, которые были найдены в морозильной камере мужчины, так и не были идентифицированы. Кому они принадлежали, все еще остается тайной. Акт подобных операций на женских половых органах по-прежнему имеет место в Южной Африке. Традиционная практика часто оправдывается как средство подавления сексуального желания женщины, тем самым предотвращая ее аморальное поведение. Насилие в отношении женщин является серьезной проблемой в Южной Африке, где согласно исследованию, проведенному отделом гендерных и медицинских исследований, каждые 8 часов женщина заканчивает свою жизнь смертью от рук своего партнера. Дальнейшие исследования показывают, что в странах Южной Африки самый высокий зарегистрированный уровень смерти женщин, убитых в результате стрельбы, чем в любой другой стране, в настоящее время не участвующей в войне. А что думаете вы? Оставляйте ваши мысли в комментариях, а также не забудьте поставить лайк и поддержать канал подпиской. Спасибо за внимание и до скорого!